Микс Ньюс Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. В минувшие выходные буквально прошел традиционный, традиционные дни города прошли. И тысячи рижан и гостей столицы тоже имели возможность и поучаствовать в разных культурных и спортивных мероприятиях. И просто прогуляться по праздничной Риге. Вот обычно всегда вот и праздник города ассоциируется с какими-то спортивными мероприятиями. Например, в прошлом году активно была организована вот такая акция «Спорта Рига». Вообще вот массовое занятие физкультурой и спортом прямо на улицах города по-прежнему возможно и продолжается. У нас сегодня два гостя. Это Артур Золотых, руководитель «Спорта Рига» и Вероника Белгина, главный тренер «Спорта Рига». Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Может быть, напомним нашим радиослушателям, что такое «Спорта Рига». «Спорта Рига» – это социальный проект, который доступен любому жителю города Риги для того, чтобы они могли приобщиться и заниматься спортом. То есть это для любого уровня подготовки. Вот как это происходит? Я так понимаю, что это где-то во дворах. Как это все происходит? Это происходит на данный момент в 14 местах по городу. В основном это стадионы школ или какие-то, не знаю, там, площадки, допустим, в том же Лидо на улице Красного. То есть нужна большая территория, я так понимаю, да? Ну, у нас средняя посещаемость 30-50 человек на тренировке, соответственно, да. Как вообще люди узнают? Ну, понятно, что есть ли там Лидо, наверное, те, кто посетители, да, или заранее люди уже знают, где это происходит. Люди, я бы сказал, даже ждут этого, потому что это уже четвертый сезон именно «Спорта Рига», и у нас есть социальные сети с довольно объемным количеством. То есть через Facebook вы все информируете, да? Через Facebook, также у нас есть страничка «Спорта Рига Ю», там все доступно, можно позвонить мне по телефону или написать почту, я все объясню, расскажу. Да, и второй вариант после социальных сетей – это идут рекомендации. Соседи берут, соседи, друзья берут друзей, парочки берут, вторую половинку, и также люди не стесняются подходят к нам и спрашивают, что тут происходит, когда тренировки, это бесплатно? Да. И действительно бесплатно? Действительно бесплатно, в этом вся идея, чтобы была доступна каждому. Ну, может быть, несколько слов я понимаю, что радиостанция тяжело объяснить, но тем не менее, вот какая-то площадка, или это стадион школьный, или это, как вы сказали, большая площадка Лидона Краста, приходят люди, я так понимаю, спорту, перефразирую, все возрасты покорные, да? То есть там по существу могут, не знаю, дети и пенсионеры тоже. Плюс-минус от более-менее подвижного возраста, да? Да, но мы занятия найдем любому. Как это вообще все происходит? Это какие-то физические упражнения? Это зарядка? Что это вообще? Ну, у нас каждый тренер, в принципе, тренирует, что ему ближе, и по этой отрасли к нему приходят люди, да? То есть у нас есть и зарядка, у нас есть и тяжелые тренировки, у нас есть вот Мамифит, Веро может рассказать. Да, большинство, у нас все тренера специалисты, все сертифицированы, это очень главное отметить, и каждый тренер знает свое дело. То есть он сертифицирован как тренер, да? Да, да. По физической подготовке? Физической подготовке. И начиная то же самое Мамифит, я еще чуть-чуть отойду в сторонку. Буквально как кафе какое-то. Да, чуть-чуть в сторонку отойду и расскажу, что Спорту Рига – это отличная платформа для тренеров, которые только начинают входить в спорт и хотят развиться. И это очень большой такой скачок вперед по карьерному росту, ты можешь себя доказать. Так же самое один из проектов – это Мамифит, это тренировки, где мамочки приходят с колясками, и мы занимаемся в парках. Это социализация, мамочки не падают в депрессию во время декретов, это такая своя жизнь. И то же самое по районам, собираются где-то больше школьники, где-то больше 35-45 лет, у нас есть йога занятия, там будет уже чуть-чуть контингент постарше. Поэтому, как вы говорили, и все возрасты покорны. Да, вот все-таки Мамафит – это вот приходит мамочка, которого недавно родили ребеночка, прямо с коляской, да, коляску рядом, да, и что? Да, коляску рядом, физкультура, да, коврик всегда с собой, и мы тоже остаемся в парках, и это два в одном, мамочка занимается, ребенок рядом, не надо няню искать, это не промаляртично, это весело, и социализация. Главное, одна мамочка может с другой познакомиться, да? Именно. Вот в этом социализация, да, то есть они выходят из дома. Да. Общение, да, не только мамочек, я бы сказал, а всех. Да. Как долго это вообще, вот, Мамафит, сколько времени занимает, полчаса, час, два, как вы занимаетесь? Мы занимаемся час. Час – это именно тот период времени, когда и малышам удобно, и мамочкам удобно. То есть все проверено, условно? Все уже проверено. И обычно это что, это где-то центр города, вот вы говорите о парках? Именно мамофит или вся спорта Рига? Ну, мамофит. Мамофит мы, мы в десяти местах по Риге, мы даже за Ригой чуть-чуть уходим уже. Даже так? Даже так. А это сколько раз в неделю, как это происходит? Мамофит-тренировки происходят 15 тренировок в неделю. В неделю? Да, для мамочек. Это отпрыгивая от спорта Рига. В спорта Рига у нас тренировок? Две. В неделю. Две. На Гризинкаунсе. На Гризинкаунсе. Ну, чтобы зрители не запутались, да, у нас, ну, мамофит – это отдельный проект, но мы интегрировали одну тренировку, так как получилось в этом году, хотелось больше. На Гризинкаунсе две бесплатные, остальное, к сожалению, за деньги. Ну, в любом случае, две – это бесплатно. Да, да. А вот если, вот, помимо проекта Мамофит, вот вы сказали, для всех остальных, это тоже час занятия, да, обычно? Ориентировочно, в районе часа, где-то там час десять бывает, час пятнадцать, но час – это стандарт такой доступный. Да, вы сказали очень важную фразу, что, ну, для всех возрастов вы как-то подбираете вот эти варианты занятий физкультурой, но я так понимаю, именно исходя из этого могут быть различаться вот эти упражнения, потому что одно дело, если мы говорим, не знаю, о молодых людях, другое дело о сеньорах. Конечно, особенно, когда новый человек приходит на тренировку, тренер это всегда видит, и он ему уделяет повышенное внимание, и, соответственно, интересуется, надеюсь, интересуются все, потому что я везде не могу побывать. И, ну, спрашивают, может, есть какие-то травмы, может, есть что-то, что беспокоит, и, учитывая все эти факторы, он может поменять упражнения или дать какую-то другую нагрузку. Что движет людьми, вот вы же, наверное, общаетесь, ваши тренеры общаются с людьми, когда они вот приходят на эти занятия, потому что, ну, есть же разные варианты, кто-то идет там, ну, в тренажерный зал, кто-то занимается возле дома, мы видим даже вот сейчас, кто вот бывает в Юрмале, пелиотическая такая группа уважаемых таких пожилых людей с лыжными палочками, они, во-первых, вот ходьба с этими лыжными палочками, потом они какие-то делают упражнения, я, правда, не обратил внимания, был ли там тренер, или они как-то сами сорганизовались, да, Но люди уже пытаются как-то сами сорганизоваться, или, я так понимаю, все-таки вот, когда опытный тренер, вообще профессионал, это более правильно? Это более правильно, и даже тренеру нужен тренер, я люблю так говорить, потому что тренер всегда мотивирует, и он может посмотреть на твои ошибки и недостатки, это раз. А что мотивирует людей? Ну, я думаю, что времяпровождение, атмосфера, это самое главное, плюс это на свежем воздухе, ну, и также, ну, люди знакомятся, общаются, То есть, позитивные эмоции, это самое главное, я считаю. То есть, не просто они потренировались и разошлись, да, то есть, они пытаются еще друг с другом познакомиться. У нас весело. Серьезно? Приходите, конечно. Я тоже сказала бы, что эмоции – это то, что движет, именно делать большие компании, заполнять стадионы, именно эмоциональное. А у нас, у нас с эмоциями у нас все хорошо, это нервы очень позитивные, дружные, и также у нас есть тренировки, где мы делимся по парам, мы делимся в маленькие команды. Так, так еще и могут и пары образоваться, да? Да, и такое. Они не могут, они образуются. Серьезно, да? Конечно. Я так и думаю, да. То есть, в принципе, вот вам социализация в полном смысле этого слова, да? Да. Да, поэтому все, что Инстаграм и Фейсбук – это онлайн, а мы выходим в оффлайн, и это становится таким большим трендом. Поэтому все, кто нас слышит, пожалуйста, откройте «Спорт Орига» домашняя страница, найдите самый ближайший район, где проходят занятия, и присоединяйтесь. И также заудобно – это после работы. Наши рабочие часы в основном – это 6-7 вечера. Ну, это мы сейчас говорим, понятно, что сейчас еще все-таки темнеет достаточно поздно, это лето. Вот что происходит, когда наступает осень, зима, как это происходит занятие? Ну, это на самом деле довольно такой сложный вопрос. Мы сейчас работаем в этом направлении, очень хочется, чтобы проект жил круглый год, но все это требует определенных финансов и, соответственно, спонсоров. Если все получится, то я думаю, что мы в ноябре продолжим тренировать внутри помещений. Ну, а дальше будем смотреть. А внутри помещений что это за помещения? Это будут или школьные помещения, или какие-то коммерческие помещения, но, скорее всего, школьные. Ну, опять-таки, через социальные сети вы, в принципе, людям объявляете? Вся информация, да, сразу выкладывается, потому что люди ждут. Мы это делаем в первую очередь для души, нам самим это нравится. А есть здесь, так можно сказать, ветераны, вот те, которые вот с первого дня, как только началось, вот с Порта-Рига? Вот, пожалуйста. Вот вы, да? Ну, в принципе, у нас половина команды плюс-минус ветераны, потому что все начинали совсем на добровольных основах, то есть не получая за это никакие деньги, просто тратили свое время на своем энтузиазме. Вот так вот, вы личный пример, да? Да, я еще до Спорта-Рига начал тренировать за год до этого, а вот потом, когда появился проект Спорта-Рига, вот мы с Миротом познакомились и до сих пор. И делаем мы другие проекты, и участвуем, кстати, ездим на мероприятия с нашими же посетителями, то есть тот же Дросмос Крейн, с Филгаву мы ездили, разогреваем марафоны. Нам это нравится, и плюс это та же подпитка энергии тех тренеров, потому что, когда они участвуют в таких мероприятиях, они, ну, заряжаются энергией. А вы уже имели, как бы, сертификат или образование тренера, или потом вы уже? Да. Я, в принципе, до проекта пошел, выучился, и... А когда-то вы и занимались профессиональным спортом тоже, да? Я всегда занимался для себя, но очень много. То есть я не участвовал ни в каких-то там чемпионатах Латвии и прочем, но я всегда... Мы для себя всегда занимались, да? Да. Ну, единственное, сейчас у нас появилось такое новое направление масс-рестлинг, мы ездили на чемпионат мира. Да. Они у вас, наверное, недавно были, если вы помните. Да. Да, ну вот это вот интересный вид спорта, мы его тоже развиваем. Вот я был на чемпионате мира, это единственный мой такой опыт. Такой профессиональный именно, да? Да, ну очень понравилось, весело, атмосфера, плюс Якутия, это, в принципе, другой мир. А как вообще вот пришли вот так, что нужно, в принципе, для себя заниматься? Потому что кажется, с одной стороны, это легко, но те, кто вот попробовал, они понимают, что, во-первых, нужно уделять время, потом организм привыкает, ты уже не можешь это бросать. То есть, в принципе, это определенное, такое уже становится частью, даже неотъемливой частью жизни. Да. Как это все у вас происходило? Ну, в моем случае, мне кажется, это надо понять в голове, в уме, для чего тебе это надо. То есть, если ты это воспринимаешь как мучение, то ничего хорошего не получится. А если ты это воспринимаешь как дополнение к твоей жизни, и ты от этого еще получаешь плюсы, тогда и будут результаты другие. То есть, надо это любить. И понять, для чего тебе это надо, тогда все будет хорошо. Ну, все-таки чувствуется, что вот когда вы, я так понимаю, или вы со школьного возраста уже начали заниматься, что вот это вам что-то дает? Это очень много дает. В первую очередь, это дает уверенности и те же самые знакомства на тренировках и прочее. То есть, это вообще просто интересно, да? Кроме вот того, что это... Это интересно, плюс я люблю разные виды спорта. Я там и бегаю, и на боевые хожу, и в зал хожу. То есть, мне не нравится чем-то одним заниматься. Мне нравится объединять, и поэтому да. А вы? Как вы пришли? Моя история была намного проще. Я занималась профессиональным спортом. И потом я вышла в декрет, и с коляской ходила два месяца, километры, километры, и мне стало скучно. Потому что помнила, что, слушай, Веро, ты же тренер, давай организуй. Я решила в Фейсбуке написать пост, где спрашиваю мамочек, хотели бы вы со мной заниматься. Я искала примерно 5-6... Почему мама фит, да? Вам это самой было близко, да? 5-6 мамочек, с которыми мы вместе ходили бы в стадион и занимались. И мне ответило 300 мамочек, которые хотели это делать. 300? Да. И я тут поняла, что мне надо держаться уже. Такой... Масштабный проект. Масштабный проект. И я хочу пополнить тем, чем спорту Рига взяла своего клиентуру. Тем, что мы ломаем стереотип, что спорт – это тяжело. Мы ломаем его... Что это для очень подготовленных людей, да. В школе нас учили, если спорт, то это на оценку, это на быстроту. А тут мы именно спорт через фан, через веселье интегрируем вместе, да. И поэтому час проходит как 15 минут. Вот вы сказали, что вы профессионально спортом. Что за спорт, если не секрет? Я 8 лет занималась вольной борьбой. Вольной борьбой? Да. Совсем не женский вид спорта? Или это заблуждение? Ну, есть получше в виде спорта, но... Да, это не женский. Но подруга сказала, пойдем в футбол поиграем в субботу. Вот и осталось на 8 лет в футбол играть. С вольниками. Что касается 300 мамочек, это ведь такой вот, ну, как бы клуб целый мог образоваться. А вы, ну, понятно, что, может быть, не со всеми 300 людьми, но вот вы как-то... Уже есть такое у вас сообщество, когда не только вот во время занятий? Может быть, вы переписываете в социальных сетях? Может быть, обмениваетесь опытом по воспитанию детей? У нас есть в Фейсбуке своя страница, Мамфит Буткемп. У меня 8 тренеров, которые поддерживают меня в моей идее, и мы проводим тренировки. Также, да, мы делаем разные посты, мы участвуем в мероприятиях, нас довольно-таки часто приглашают в разные спортивные, государственные... Валс, сватки. Государственные праздники, да. Да, да. И вот так потихоньку-потихоньку мы развиваемся. Но тут тот момент, что именно этим спортом вы можете заниматься так долго, пока ребятенок не пошел в детский сад. Или это полтора года, или три, пока ты в декрете. Без коляски не принимаешь? Да, без коляски не принимаем. Без малыша не принимаем. Да, может быть, еще несколько слов. А вот мама фит. Что дальше происходит? Но все-таки, когда ребенок вырастает, сам начинает ходить, и мама понимает, что, во-первых, уже там коляска не нужна, или вот такая сидячая коляска, и, может быть, не знаю, она переходит уже к обычным тренирующимся. Как это дальше, вот этот этап происходит? Я очень часто вижу своих мамочек... У меня на тренировке спортсмарином. И следующий этап – это переходить уже в группу постарше. Что-то такое? Есть какой-то опыт, не знаю, в других городах, в других странах? Потому что, на самом деле, это интересно, что вот жители столицы, есть тренеры, они могут даже бесплатно заниматься, потому что, ну, понятно, что не всем, особенно пожилым людям, доступны какие-то профессиональные занятия. Вы что-то знаете? Есть ли какие-то в других городах? На самом деле, про другие страны точно не знаю, но в прошлом году писали слепые ребята, да? Насколько у них это продвинулось, не могу ответить. Ну, тоже была такая идея, да? Идея была, да, но мне кажется, это надо делать в каждом городе более-менее большом. А городские властика вас как-то поддержат, муниципалитет? Ну, да, на данный момент весь бюджет, ну, не весь бюджет, часть бюджета состоит из конкурса, который мы выиграли у департамента образования, спорта и культуры, да. И да, но... То есть, в принципе, город заинтересован, чтобы люди занимались? Ну, мне кажется, это основа, город должен об этом думать. Вот что касается детей, да, ну, понятно, что там школьники, к примеру, если родители приводят своих детей, говорят, ну, вот я занимаюсь, там, не знаю, не с кем оставить, или я хочу, чтобы тоже ребенок занялся, потому что, ну, действительно, физкультура в школе, ну, это нечто специфическое, я там уже долго об этом обсуждать, ну, я не знаю, очень со многими школьниками общаюсь, да, ну, с их родителями, которые даже спортивные, ходят на разные занятия и так далее, но вот физкультура им не нравится. Почему? Может быть, это тема отдельного разговора, может быть, то, что вы сказали, Вероника, вот эти оценки, какие-то скорость, там, соревнования. Скорее всего, подход, мне так кажется. Не упрек никому, но мне кажется, подход. Я сам спорт в школе не любил, к сожалению. Да, но вот я тоже, я говорю, что, может быть, действительно, не хочется вот всех мазать какой-то одной краской, может быть, есть учителя такие вот очень с энтузиазмом и, может быть, такие изобретательные, у них действительно это занятие происходит как-то вот, не знаю, очень интересной и веселой манере, но вот сколько я слышу, к сожалению, все это превращается, там, не знаю, там, прыжки чеи из козла, на батутах, да, что-то кувернуться, ну, то есть это вот, я был в моем детстве, потом, да, мои дети, в общем, все, с кем не говорю, все одно и то же, как-то вот, не знаю, что-то надо менять, не кажется. Я думаю, тоже, но у меня, и у меня даже были хорошие учителя, интересные спорта, но у нас в проекте есть тренер Адель Максимов, он специализируется именно на детях, плюс он работает учителем спорта. А, есть специальный такой тренер, да. Да, он делает спортивные лагеря детям, и, ну, я вижу, как дети реагируют на него, ну, это просто что-то невероятное. Мне кажется, он пару лет обратно получал два года подряд учитель года. Да, было такое, его признавали. Ну вот, так что, если вдруг физкультура не нравится в школе, то, в принципе, вот с таким тренером, я думаю, дети по-другому начнут вообще смотреть на физкультуру, занятия спортом. Примерно, если ненадолго, новости и реклама, не переключайтесь. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Говорим о, я бы сказал, какой-то степени уникальной акции спорта Рига. Два тренера у нас сейчас в студии. Это Артур Золотых и Вероника Долгина, ну, которая фактически свободная, если так можно сказать, или тратит свое время, я бы так сказал, даже, чтобы бесплатно заниматься с рижанами, со всеми желающими спортом, физкультурой, примем звонок наших радиослушателей 612-939, телефон прямого эфира. Добрый день, собственно, у вас, пожалуйста. Добрый день. Вы знаете, в школе же могут быть застенчивые дети, какие-то неуклюжие, неуверенные. А не дай бог учитель физкультуры заорет, а потом еще дети смеяться будут или не издеваться уже потом во время перемен. Не загонишь тогда этого ребенка в школе на физкультуру. А вот то, что вы делаете, и что родители присутствуют, это очень хорошо. У вас в голосе сложна доброжелательность. Вы молодцы, что вы этим занялись. А в Каугуре у нас бабушки с палками ходят под руководством тренера. Спасибо большое. Спасибо, Адаш. В Каугуре ходят и в Риге тоже. Вы сказали, вот 14 мест, да, в Риге? Да. Вы, я так понимаю, стараетесь все-таки сделать так, ну, чтобы все-таки могли позаниматься, и, не знаю, жители Пурции, МС и Плянники, что им не надо было ехать, Болдарай, и обратно, наверное, да? Да, да, Вэтсмилд Гравис, Болдарай, Пушакова Кепка, Кингаракс. Что у нас еще? Золитуду, наверное. Югла, Межапаркс. Золитуда, Имонта, Югла, Бек у нас есть в Межапарке. А что это дает, вот, вы же знаете, общаясь с своими коллегами, тренерами, вот как они это рассматривают, потому что, ну, мы понимаем, что есть работа профессиональная тренера, там, не знаю, фитнес-центр или где-где им платят заработную плату, но это работа, да? А это, ну, вроде бы и работа, потому что ты тоже должен заниматься, твоя репутация, халтурить нельзя, а в то же самое время вроде бы и такой социальный проект. А что их мотивирует? Да. Ну, мотивирует, наверное, в первую очередь я хотел бы в это верить, что это вклад в общество, я реально хотел бы в это верить, а второе, это очень хороший карьерный рост, то есть человек себя рекламирует, он, его видят многие, то есть мы, мы не просто у нас проходят тренировки, мы реально делаем всякие видео, фотосессии, у нас раз в месяц есть такое мероприятие, как Пакопенс, мы собираемся все в городе и 5-6 километров бежим по городу, то есть все желающие, то есть сейчас будет 30 августа данное мероприятие и мы будем стартовать в спикере, в спикере даже? Да. И вот побежим в 8 вечера, так что все желающие ждем и в конце еще разыгрываем призы, так что всем весело. И я также хочу добавить, что для и тренеров, и для участников спорта Рига это поменять картинку, потому что мы привыкаем к семье, привыкаем ко всем знакомым людям себя, а тут ты приходишь, это совсем другой мир, это мир, спорт, эмоции, хохотание, веселье, улыбки, позитив, и это те эмоции, которые нельзя ни купить, ни как заслужить, в них надо инвестировать и в конце выигрывают все. Да. Вот тоже такой вопрос, который я хотел вам задать. Вот когда беседуешь с тренерами, ну вот и с вами в том числе, или когда говоришь с владельцами фитнес-клубов, они говорят, да, вот мы обратили внимание, ну последние годы, скажем так, очень много людей приходит, занимаются и помоложе, и, может быть, люди постарше, занимаются спортом, то есть они начали больше заботиться о своем здоровье, с одной стороны. С другой стороны, вот когда ты посмотришь, вот пытаешься мысленно вспомнить своих там знакомых, друзей, даже родственников, ты видишь, что никто из них, ну, не занимается, идешь по улице, конечно, у нас не Соединенные Штаты, у нас не так много, может быть, тучных людей, не все кушают гамбургеры и чизбургеры с утра до вечера, да, но вот видишь, все-таки есть люди, и не только в возрасте, с большим лишним весом и так далее, как на самом деле происходит, действительно вы чувствуете, что люди хотят заниматься спортом, или есть просто какая-то группа, которая вот всегда одни и те же, скажем так? Нет, я думаю, что, ну, по крайней мере, у меня меняется каждый год, как минимум, контингент, и в течение сезона тоже новые люди приходят. Я думаю, это стало просто очень популярно, сейчас все на это смотрят, все это делают, и это мотивирует опять же других, плюс если один в семье начинает заниматься, он начинает подключать к этому других, как-то так. И когда в семье видишь, что у тебя начинает получаться, ему тоже хочется. Ну, конечно. Потому что спорт, это под себя держит здоровый образ жизни, это стильно, это красиво, это весело. И последние все пропаганды, что мы видим на Фейсбуке, в Инстаграме, это спорт. Как он меняет твою жизнь, ты там встречаешься, ты там выкладываешь свои таланты, как ты похудел, как ты набрал мышечную массу, это такой, как позитивный тренд. Именно так. Вот еще такой вопрос хотел задать. Все-таки на ваш взгляд, вот эти вот занятия, которые вы организуете, они как-то способствуют тому, что люди говорят, нет, мне все-таки даже не хватает, не знаю, два раза в неделю, да? Я сейчас пойду, вот подскажите, где еще заниматься? Да, я даже… Или может кто-то, не знаю, сбосил, лишний вес, сбосил, курить? Ну, есть очень хороший пример. Два года назад к нам пришла бабушка, 65 лет, и она за год похудела на 10 килограмм, и она многие упражнения делает лучше, чем некоторые взрослые люди, которые тоже не первый день ходят, да? Во-вторых, у нас получается так, что у нас в Лидо тренировки понедельник, среда, пятница, а вторник, четверг у нас в Кингараксе. И большая, ну как, не большая часть, но есть определенные люди, которые ходят и туда, и туда, то есть они минимум четыре раза в неделю занимаются. Так что тут дело желания и мотивации, и все довольны, ты видишь эти счастливые лица, и, наверное, мотивируешься от этого тоже сам. Мне кажется, у меня рекорд у меня есть, Леночка. Леночка везде ездит, по всем районам. И она за три года, за три года она скинула уже 25 килограмм, и она сказала, что я себя так хорошо, как сейчас, я себя никогда не чувствовала, я выгляжу шикарно, я полна энергии, она приходит в субботу, она приходит каждый день, и ко всем тренерам, самое такое позитивное. И самое главное в этом, что она скинула эти 25 килограмм не за три месяца, как многие садятся на диету и думают, что так правильно, она скинула это постепенно, здорово, организм привык, и она чувствует себя от этого хорошо. Вот, кстати, это очень хорошее замечание, многие полагают, я понимаю, что всегда хочется как-то это побыстрее, да, но вот с помощью вот так вот форсируя, можно только наоборот загубить свой организм, да? Особенно женщинам, они у нас очень чувствительны. То есть, в принципе, и снижать вес тоже нужно постепенно, да? Конечно. С умом, кушать надо обязательно, а не так, как думают, что вот сейчас я буду пить кефир и кушать, не знаю, огурец, и всё получится. Вот такой вопрос, который, наверное, часто задают, и, может быть, журналисты тоже. Что дальше? Есть ли у вас какие-то планы, там, не знаю, расширение, может быть, там, не знаю, недохватка финансирования, если нет, вы бы сделали ещё чаще занятий, ещё больше. Вот как вы, о чём, как вы, куда дальше будете развиваться? Конечно, да, финансы – это всегда самый главный вопрос, и, ну, как я и говорил, что мы сейчас пробуем подключить спонсоров, у нас есть сейчас главный спонсор – это 4F, но этого, к сожалению, недостаточно. Ага, это вот такой магазин спортивный, да? Да, это новый бренд, и мы с ними очень тесно сотрудничаем, и такой поддержки, наверное, мы ни от кого не получали, как от них. Но этого, к сожалению, недостаточно. А так мы готовы захватить, хоть, я не знаю, ну, 20 мест мы точно можем захватить по Риге, плюс у нас уже есть много друзей и по другим городам, то есть, те же Калмари, да, если кто-то хочет, мы можем сделать. Скажите, как, и мы вам поможем. Ну, мы знаем, что сейчас с кем из предпринимателей не поговоришь, все жалуются на нехватку вообще кадров. Я так понимаю, всё-таки у вас есть тренера, и вы готовы даже ещё больше, да? У нас есть тренера, мы все готовы сами брать, если что, несколько мест, плюс, ну, у нас огромнейший ресурс, мы уже набрали себе верных друзей тренеров, как, ну, многие вот с первого сезона эта команда образовавшаяся, и да, и к нам ещё подключаются новые ребята, Веро вот очень регулярно учит тренеров новых, и получаются хорошие специалисты, на мой взгляд. Да, мы очень хорошая площадка для потенциальных тренеров, или которые учатся и должны найти практику. Я думаю, это та аудитория, которая будет очень лояльна и благодарна за любой вклад, который ты вносишь. Поэтому, если нас слышат потенциальные тренера, которые хотят стать тренерами и практикантами, пожалуйста, обращайтесь к нам, и мы им со своей стороны чем сможем, тем поможем. Да, в пределах разумного, конечно. Да. Вот, может быть, ещё такой вопрос, так, чтобы наши радиослушатели всё-таки представили. Вот приходят люди разных возрастов, тренер один. Это в основном что? Нужно иметь какие-то, не знаю, тяжелыжные палки или достаточно, условно говоря, руки-ноги, и будут всякие разные упражнения? Руки-ноги, правильную спортивную обувь, удобную одежду, водичку желательно. А, водичка, да. И у нас во многих местах два тренера, потому что количество людей предполагает большего внимания. Соответственно, мы делаем так, чтобы люди не были обделены вниманием и не получали травмы. Вы в самом начале эфира сказали, что у нас весело. Как это вот веселье достигается? Не знаю, может быть, вы берёте с собой магнитофон, включаете музыку. Это обязательно. И всё это ещё под музыку поискать. Обязательно. Угадал я, да? Это один из факторов, да. Не у всех, но в основном, да, у нас есть музыка, у нас есть чувство юмора у всех. И, соответственно, когда люди делают какие-то упражнения, тренер их подбадривает, где-то шутит, где-то устраивает какие-то конкурсы, развлечения, и всё это создаёт именно такую атмосферу. Вот что касается пожилых людей, приходит ли, какой процент вообще пожилых? Ну, по вашему опыту, я понимаю, что вы за всех тренеров не можете сказать, но по вашему опыту, вот сеньоров удается вытащить из квартир? Если сеньоры – это 55+, тогда я бы сказала, у меня это занимает 15-20% от… Уже неплохо. Да, да, да. Примерно, наверное, такой показатель и есть, да. И вы знаете, я бы сказала, что сеньоры дают жару молодёжи. Да, потому что они более мотивированные, у них как-то уже… Уступать молодым не собирается. Никак, нет. Но всё равно вы для них даёте какие-то чуть-чуть другие упражнения, да, с учётом возраста, да? По началу, в принципе, потому что потом они делают лучше, чем молодые, когда уже привыкли, потому что 55 – это, ну, не предел, и 65 – не предел. Главное, как ты готов. И также у нас всегда есть облегчённые варианты. У нас есть упражнения для профессионалов, те, которые давно занимаются, и всегда есть опции. Если примерно… Мне их нравится делить по командам. Там я прихожу и говорю, так, все те, кто меня видит первый раз вправо, все, где офисные плантоны, посерединке, все, кто халки, сюда, все, кто убер люди сзади. И таким образом я делю им нагрузку. Все, кто первый раз, они мне будут примерно делать пять раз. Те, кто уже видят меня ни первый год, ни первый месяц, те будут делать примерно восемь раз. А те, которые уже крепеши, они будут делать пятнадцать раз. И так, получается, мы всегда в одном кругу. Никто не отстаёт. Никаких языковых барьеров нет. Вы и по-латышски, и по-русски. Основной язык латышский, но всегда говорим с человеком на доступном ему языке. Даже на английском есть. Бывают такие, да? Конечно, бывает. И вот в зависимости, и офисные планктоны. Идут, они понимают. Это такая моя шуточка. Нет, не шутка, но у нас очень много, я не могу сказать, большинство или нет, работающих, но в принципе, они офисные люди. То есть, они сидят, да, в основном целый день сидят. И я думаю, для них это особенно важно, да, вот, потому что они сидят, потом они доезжают на машине до дома, и там сидят. И так каждый день. И это ужасно. Это ужасно. Поэтому надо приходить. Не обязательно приходить на тренировку, просто идёшь на улицу, у нас везде куча площадок, походил, потянулся, подтянулся, отжался, и всё, и твой организм, ну, в принципе, восстановился после дня. Даже прошёл пешком, не знаю, там, раз в 10 вокруг дома. Полчасика хотя бы. У нас там движение было, да? Да, и, естественно, потянуть там мышцы, суставы, потому что за день это всё каменеет. И не всегда нужно лифтом пользоваться, да, иногда можно и пешучку. Я вам честно скажу, я лифт использую в крайних случаях, я стараюсь ходить пешком. Или где, я не знаю, а так на пятый, седьмой этаж я пешком иду. И также хочу сказать слушателям, что самый такой момент, когда все боятся, это сделать первый шаг, это прийти к нам. Поэтому первый раз придите, посмотрите. В сторонке постойте. Позавидуйте, как у нас весело, а на второй раз уже присоединяйтесь вместе с нами. Ну что ж, по-моему, это замечательно, вот так вот у нас время быстро эфира подходит к концу. Давайте, может быть, ещё раз скажем нашим радиослушателям, те, кто ещё не занимается, но очень хотят, во-первых, в социальной сети назовём ещё раз, да, и потом чуть-чуть расскажем, где, что, как. Фейсбук, Инстаграм – это всё просто, вместе с Порто-Рига. И сразу будет ссылочка через Гугл, к примеру, да? Конечно, у нас там много подписчиков, оно должно первым вылезти. И в интернете – sportoriga.eu. Всё? И всё. И дальше вот в разных частях Риги. Да, там есть графики, расписание, есть телефон, куда можно всегда позвонить, обратиться, и мы всё расскажем, подскажем. Ну и когда будет зимний период, значит, будет в каких-то помещениях, вы тоже через социальные сети информируете. Как только, так сразу выложим информацию. Спасибо большое. Ну что ж, по-моему, потрясающая идея. Я думаю, что многие рижане вообще могли как-то, вине, многие не рижане, могли и позавидовать рижанам, ну а рижанам, я думаю, что упускать такую возможность никак нельзя. Выходим на улицы, разминаемся. Это всё для нашего же здоровья, неправда. Естественно. Артур Золотых, руководитель спорта Рига, и Вероника Доргина, главный тренер спорта Рига, и мама ФИТ, то есть для мамочек с колясками, тоже доступна физическая культура и упражнения. Спасибо большое. И вам спасибо. Спасибо.